Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разбираемся с вопросом, что делать, если вы поставили вино на брожение, а оно не изображивает. На самом деле, этой темы я уже несколько касалась в этом сезоне. Видео, либо что нужно знать начинающему виноделу, либо основные ошибки начинающего винодела. Но не все начинающие виноделы смотрят эти ролики и, как правило, они сталкиваются с вопросом, у них что-то идет не так, и тогда начинают искать информацию. Поэтому снимаю ролик отдельный и, в принципе, в этом сезоне по некоторым темам у нас будут вот такие отдельные ролики. И еще у меня большая просьба к поклонникам конвенционального виноделия, к поклонникам чистых культур дрожжей. Пожалуйста, не надо здесь продвигать ваши идеи. Надеюсь на ваше понимание. Ну а мы переходим к сути нашего вопроса. Итак, вы поставили вино, но это еще не вино, это называется сусло. Поставили на брожение по какой-то технологии, либо по какому-то рецепту, и видите, что процесс не начинается. Ну, первое, сколько вообще ждать? На самом деле, где-то трое суток это вполне нормально. При этом я хочу обратить ваше внимание, что факт брожения свидетельствует не только поднятая шапка, когда там все очень сильно бурлит. На самом деле, процесс начинается раньше. Я уже это тоже в этом сезоне показывала, но еще раз вставляю эти кадры, чтобы вы увидели и обратили внимание. То есть, если вы видите вот такую картину, то никаких поводов для тревоги у вас быть не должно. Здесь шапка еще не поднялась, но это не значит, что брожения нет. Обратите внимание на мелкие пузырьки, которые присутствуют по краю емкости. Это говорит о том, что брожение уже идет. Через некоторое время процесс начнется бурно, и шапка поднимется. Через сколько зависит от окружающей среды, в первую очередь от температуры. Но, тем не менее, вот процесс начался. И если вы увидели у себя вот такие вот мелкие пузырьки по краям, не только по краям, то говорит о том, что все в порядке, сусло бродит. Сначала брожение начинается вот в такой чуть замедленной стадии, но потом уже переходит совсем в активную фазу, когда у нас большая шапка поднимается из мезги, когда пена активно выделяется, и мы уже точно понимаем, что брожение идет. Смотрите, вот это сусло бродит очень активно. Большая такая шапка. Сейчас мы попробуем. Активно пена поднимается. Но на самом деле, помню, оно начинается гораздо раньше. Дальше. На то, как быстро сусло забродит, влияет множество факторов. Первый, это, конечно, само сырье, какой виноград. В какую погоду вы его собирали, как вы за ним ухаживали. Потому что, если вы бесконечно там льете химию и все остальное, то понятно, что микрофлора на ягодах будет не такая, как если мы какое-то оказываем минимальное воздействие на наш виноградник. Покупной виноград тоже может быть разным. Хотя я знаю очень много случаев, поскольку поддерживаю обратную связь со многими моими подписчиками, что прекрасно забраживают на диких дрожжах сусло из покупного винограда. Но, конечно, может случиться так, что тоже покупной виноград, его где-то обрабатывали, и такое сусло может забродить медленнее. Конечно же, температура окружающей среды тоже влияет. Вы, если собираете свой виноград, то есть сухая погода или дождь, забродит и то, и другое. Просто с несколько разной скоростью. Сам химический состав сусла, если оно слишком кислое, оно забродит, но дольше будет процесс. Если оно слишком сладкое, то же самое. Чем слаще, тем оно медленнее будет забраживать. А особенно, если вы нашли чудо-рецепт в интернете, где надо добавить 200-300 грамм сахара на литр. Сусла, не знаю, кто это придумал, кто это тиражирует, но это вообще кощунство и сахарный сироп. Так вот, если вы столько добавили, у вас еще свой виноград, там имел процентов 20, то вот там может быть вопрос, забродит ли оно вообще, потому что это очень большое количество сахара. И смотрите, вот как раз пример. Я делала закваску. Значит, здесь сахар был искусственно доведен до 28%. Брожение, конечно, идиот. Вот идут пузырьки, но оно еще не совсем активное. И вот эта закваска стоит 15 дней. То есть она забраживает очень туго. Ну, понятно, она у меня еще стояла в прохладном месте. То есть там несколько факторов, но тем не менее. То есть, видите, забраживает, но не так хорошо, как нам хотелось бы. Так вот, тоже если у вас что-то долго не забраживает, подумайте, что вы сделали. И что вы сделали не так. Температура, ну, вы сразу будете спрашивать оптимальную, в районе 20-25 градусов. Вот это такая хорошая температура. Вообще про температуру брожения мы с вами будем говорить отдельно, потому что она оптимальная температура, несколько различная для красных вин, для белых вин, для высокоароматных вин. Ну, все-таки отдельно мы по этому поводу поговорим. И возвращаемся к нашей теме. То есть на то, как быстро все забродит, влияет много-много факторов. И, соответственно, ваша задача создать оптимальные условия, ну, насколько это возможно, для того, чтобы все быстрее забродило. Конечно, есть еще и другой подход. Вообще наша задача, если мы там не берем какую-то особую технологию в виде холодной мацерации, ну, так тогда мы в холод все помещаем. Вот. А если мы, как бы, идем, скажем так, обычным путем, то хорошо было бы, чтобы все забродило как можно быстрее. И что здесь можно сделать? Конечно, вариант первый. Идем в магазин, покупаем дрожжи винные обязательно, то есть не спиртовые, не хлебопекарные, а только винные. Ну, они могут быть там самые простые, которые продаются в продовольственных магазинах, до суперкрутых, которые продаются в магазинах специализированных, там они и для всяких вин, и для всего-всего. То есть, ну, хотите, можете воспользоваться. Я все-таки сторонник диких дрожжей, которые есть у нас. Ну, повторюсь, тут решение только за вами. Значит, нет магазина, некуда идти, что делать? Сделать закваску. Идете к своему винограду, срываете гроздочку, дробите и ставите в баночку. Ждете несколько дней. Пожелание выдерживать при той температуре, при которой в дальнейшем у вас все будет бродить. То есть, например, вы собираетесь ставить вино из светлого винограда, для которого желательно там более прохладная температура, либо у нас на улице холодает, и мы понимаем, что там, где мы поставим вино бродить, будет достаточно прохладно. Значит, в том же месте оставляем закваску, потому что для дрожжей идеально, когда условия приблизительно, ну, такие же, не будет вот этих резких скачков. Идеально, но не обязательно. Мы всегда пользуемся нашими возможностями. Все, поставили. Я даже никаких затворов не ставлю. Закрываю вот такой обычной крышкой. Ну, доверху не надо наполнять где-то на 2,3. Периодически хожу, эту баночку вот так вот встряхиваю, потому что, когда появляются какие-то вибрационные действия, дрожжи, как и любые другие микроорганизмы, размножаются быстрее. Гораздо быстрее. Поэтому, чем больше вы вот это будете встряхивать, тем закваска ваша быстрее забродит. И важно, то есть не надо ее делать за месяц. Потому что, смотрите, как размножаются микроорганизмы. Вначале они там думают-думают немножко, потом они начинают активно расти, потом в определенный момент их рост выходит напрямую, но уже дальше снижается. То есть нам надо вот эту вот фазу ну и эта фаза, собственно говоря, бурного брожения. Мы ее увидим, когда шкурки будут активно подниматься, активно выделяются пузырьки. То есть нам надо закваску довести до такого состояния. Это может занять у нас тоже 3-4-5 дней, особенно если мы будем его встряхивать, то как раз вот этого времени нам будет достаточно. И, конечно, я бы вам порекомендовала всегда делать закваску, всегда ее использовать. Есть еще отдельный ролик по закваскам, даже немножко, как всем этим можно управлять. Я вам ссылку под роликом оставлю. Еще один вариант, который мы можем использовать, к сожалению, не всегда, а только в некоторых случаях. Если у вас есть несколько партий вина, и одни уже стоят, бродят, а следующую вы только поставили. Возьмите с бродящего, сусло, часть, небольшую. Если вот у нас дрожжи в этой активной стадии, то их достаточно совсем небольшое количество. Ну, как бы цифру мне сложно назвать, но возьмите там стакан, например, на 20 литров. Я думаю, что вам вполне хватит такой закваски, потому что дрожжи размножаются в геометрической прогрессии. Поэтому взяли, да, чуть-чуть добавили, и все начинает активно бродить. Даже, например, смотрите, если вы прессуете сусло, то вот первое сусло в сезоне, оно забраживает, как правило, медленнее. А уже потом все забраживает быстрее, потому что дрожжи остаются на оборудовании, вот на прессах, на каких-то еще емкостях. Вот они летают в воздухе. Ну, это тоже есть, поэтому такие сусло забраживают быстрее. Так что есть возможность. Добавляем бродящее сусло в новое, и таким образом все это быстрее забраживает. Но если у нас такой возможности нет, у нас что-то непредвиденное, или мы не подумали, не подготовились, и вот сегодня оставим сусло наше, как ему дать быстрее забродить. Ну, конечно, создать оптимальные условия. То есть при нормальной температуре выдерживать, чтобы желательно не было перепадов. И, конечно, посмотреть параметры сусла. Ни в коем случае не сыпать бездомно сахар. Ни в коем случае. Для того, чтобы понимать вообще сахар, надо добавлять, либо не надо добавлять, я во всех своих видео всегда рассказываю, что сахар мы измеряем обязательно. У нас есть два типа приборов. Вот такой вот рефрактометр. Им чем удобно? Капельку капнули, стеклышко посмотрели туда, и увидели уровень сахара, и сразу же потенциальный уровень алкоголя. Либо прибор вот такого типа поплавок. Они бывают разные. Это вот самый простой бытовой. Сейчас во всех хозяйственных магазинах можно купить. Либо вот такой вот большой. Эти приборы измеряют плотность, и по ней говорят, какой у вас уровень сахара. Ну, конечно, вот эти приборы, особенно на начальном этапе, не всегда удобно использовать, потому что нам нужен сок. Если мы это будем окунать в такой киселек, грубо говоря, со шкурками, то, конечно, он будет измерять неправильно. То есть надо процедить определенную часть сока, и тогда померить. Ну, да, вот этот прибор более точный, но, видите, он большой, и для его использования надо, чтобы была нормальная посуда, куда мы сможем его поместить. Только измерив сахар, свой виноградный, мы принимаем решение, надо нам его добавлять, либо не надо нам его добавлять. Вообще есть даже способы другие, как повысить сахар в потенциальном сусле, но повышается на уровне ягоды. И если при измерениях вы видите, что сахар 22% и выше, такое сусло забродит, но забродит гораздо медленнее. Конечно, в идеале для таких сусел все-таки было бы использовать закваску, ну, либо использовать культурные дрожжи. Опять же, нет возможности, не подумали о закваске, да, так получилось, нет возможности пойти в магазин купить дрожжи, ну, ничего страшного, просто создавайте оптимальные условия. И стоит вот оно у вас в бочке, ходите, периодически эту бочку шевелите, не ленитесь. Напомню, вибрационные действия очень сильно ускоряют размножение дрожжей. И повторяю еще раз, я это говорю почти в каждом своем видео, что не сыпьте сахар бездумно, не сыпьте сахар по рецепту. Только вот замерили и смотрим, если не хватает до нужных параметров, только тогда добавляем. Но это количество никак не 200 и не 300 грамм на литр. Как правило, это будет 30, ну, наверное, максимум 50, не более. И, конечно же, наберитесь терпения, наблюдайте за своим суслом, потому что шапка поднимется резко, а вот первые признаки брожения можно увидеть раньше, и тогда вы уже будете понимать, что волноваться вам абсолютно не о чем. И, конечно, идеальный вариант все-таки готовиться чуть заранее, сделать закваску, и тогда вы вообще сможете спать спокойно и не волноваться, что ваше сусло не хочет забраживать. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на другие полезные видео и мои контакты. До новых встреч!